Доброе утро! Я вчера во время открытия уже сделал небольшое введение, поэтому я себе позволю эту часть сократить. Скажу только самое важное. Вещи, которыми мы будем здесь заниматься, они совершенно элементарные, очень простые, похожи на олимпиадную математику, но там используется серьезная математика, и я надеюсь, что завтра-послезавтра мы хотя бы немножко на это посмотрим. И они имеют массу приложений и используются в самых разных областях совершенно неожиданным образом. До этого, к сожалению, мы уже... Так, технический вопрос. На задних рядах меня слышно или нет? Задние ряды вы меня слышите? Все, отлично. До приложения мы, к сожалению, не дойдем, но учитывая, чем я занимался всю жизнь, например, я могу точно сказать, что эти задачи и главные методы используются очень сильно в теоретической информатике. Единственное, что я хочу добавить, это то, что все вопросы, пожалуйста, задавайте по ходу дела. И я тоже буду стараться спрашивать свои вопросы от аудитории. Так, как я говорил, как я уже вчера сказал, в этом году мой курс, мини-курс, он будет в основном фокусироваться на двух задачах. И давайте начнем с первой из них. Значит, я думал, как перевести на русский язык и, в конце концов, решил не импровизировать. Это то, что иногда называется сумсетс, даблинг констенс и так далее. Значит, начинаем мы с того, я назвал, я предпочитаю эту область называть арифметическую комбинаторику в силу некоторых причин, но иногда ее называют аддитивная комбинаторика. Итак, начинаем мы с того, что фиксируем, сейчас я посмотрю свои обозначения, чтобы потом их не менять по ходу, фиксируем некоторую абелеву или коммутативную группу, скажем, Z. Абелева группа. Те, кто не знает, что такое абелева группа, не надо отчаиваться, потому что мы в основном будем заниматься несколькими примерами, как и все в этой области. Во-первых, это самое главное в математике абелева группа, это группа целых чисел. Иногда будем рассматривать целые числа по модулю П, собственно, один раз, насколько я понимаю. И очень важный пример, в особенности для теоретической информатики, это Z2 в степени n. То есть это, грубо говоря, n-мерные вектора над полем из двух элементов. Ну, двойка здесь имеет символическое значение, потому что можно рассматривать для произвольного, скажем, простого числа. Абелева. Отличие в том, мы сегодня уже увидим, что большая часть теории, она годится для любой абелевой группы. Опять же, я не буду переводить с английского. Ambient. Это называется Ambient, в которой все живет группа. Но бывают некоторые отличия, они в основном связаны с тем, что называется кручение. А именно, в этой группе нету кручения. Сейчас я скажу, что это такое. Кручение — это просто элемент абелевой группы, скажем, А, такой, что его можно умножить на себе, его можно сложить с собой несколько раз и получить ноль. Группа, в которой таких элементов нет, например, Z, она называется группой без кручения. Ну, в этой группе формально кручение есть, но оно, но его не видно, потому что P подразумевается очень большим. Поэтому тоже будем считать, что это группа без кручения. Эмбент группа, это, можете игнорировать, это группа, в которой мы живем. Эмбент, все объемлющее. Все, что происходит, происходит внутри этой группы. Еще вопросы? Почему мы за P считаем без кручения? Ну, потому что P очень большое. Это не из-за того, что P равно 0? Нет. Ну, в плане по модулю P, P равно 0? Нет. Потому что P очень большое. Значит, доказательства той теремии, которую я буду переходить, так, я в этом году, я про него, может быть, и скажу завтра, но совсем немного. Но мы что-то доказываем про Z, первая фраза в доказательстве, давайте возьмем все по модулю P, где P очень большое, очень большое и простое число. И потом применяем анализ Fourier, не важно, что мы применяем, но важно, что идеологически P настолько большое, что мы его, ну, не видим. То есть результаты будут такие антистатические при достаточно больших планах? Слушайте, мне-то дискуссии надоело. Все. У меня будет только один результат, да и то мельком про ZP. Будем считать, что мы говорим про Z и про Z2 степень. Еще вопросы? А ZP, оно с кручением? Ну, конечно. Там-то кручение, как махорки. Может быть, вопрос очень большой? А? Нет, два нормальные. Два константа. Так, еще вопросы? Хорошо. Ну, и как мы сегодня же это увидим, на самом деле результаты про группы с кручением, они идеологически те же самые, но формулируются намного проще. Так, давайте перейдем к нашей первой теме. Для этого мне надо, значит, у нас есть абелевая группа, которая может быть бесконечная. Но главное, что нас интересует и в первой, и в второй теме, это конечные подмножества. И если у нас есть конечные подмножества, или два, скажем, конечных множества, то их можно сложить по Минковскому. Это понятие было введено немножко для других целей, но тем не менее оно оказалось очень плотворным. То есть мы просто берем и складываем естественным образом. Опять получается конечное множество. И в этом определении важно, что мы игнорируем кратности. То есть если один и тот же элемент можно представить несколькими способами таким образом, то мы кратности игнорируем, ну и просто это множество, это не мультимножество. Значит, задачи, которыми это очень, это одна из центральных, одна из двух, ну, собственно, центральных тем в этой области, что можно сказать про размер, давайте, обычно формулирую это для пары множества, но я для простоты возьму просто сумму АСА, что можно сказать про размер этой величины. Ну, давайте, давайте для разминки, давайте какие-нибудь установим какие-нибудь верхние и нижние оценки. Верхние и нижние оценки тривиальные. Какая тривиальная верхняя оценка на эту величину? Еще раз. Правильно. Вот, давайте только я с вашего позволения, давайте мы не будем вдаваться в детали, потому что нас константы мало будут интересовать в этом курсе. Я просто напишу совершенно тривиальную оценку. Ну, вот, как было подмечено, можно, ввиду коммутативности, можно убрать фактор 2. А нижняя оценка? А почему А плюс 1? А почему А плюс 1? А если подгруппа? А если подгруппа? А, правильно. Вот. Вопросы? Вопросы? Почему не отпишите? Ну, потому что можно взять D, а? В Z будет даже лучше, чем А плюс 1, мы об этом сейчас поговорим, про Z. А вот Z2 в степени, может быть, просто подгруппа. А, просто можно, Z2 в степени. Может, да. Мы не в Z рассматриваем сейчас. Чего? Мы сейчас A рассматриваем не в Z. Ага, хорошее замечание. Значит, по умолчанию я говорю про любые ambience Абелева группы. Если я захочу уточнить, что я рассматриваю, то я об этом скажу. Мы рассматриваем любые ambience Абелевы подгруппы. В любых... А? Это тоже есть реальные подгруппы у вас. А? Это тоже есть реальные подгруппы у вас. Правильно. Правильно говорите, Степа, да. Вот, ладно. Мы про это сейчас поговорим, на самом деле. Так. И возникают две задачи, как, что можно сказать про структуру множества А, для которых эта оценка близка к верхней, и что можно сказать про структуру А, если она близка к нижней. Сдачи первого типа, они... Там все-таки есть такие понятия, как множество Сидона и другие вещи, но эта тема менее популярна, просто потому что там не возникает настолько интересных структур, как в обратном случае. То есть мы будем заниматься описанием того, не описанием, вернее, что можно сказать про множество А, для которых эта оценка близка к нижней. То есть, когда сумма А и А, она близка по размеру к самому А, то есть, грубо говоря, А близка к подгруппе. Вот. Ну и давайте, значит, задачи здесь бывают прямые и обратные, как и во многих других областях математики. Прямая задача просто, вот, собственно, мы уже начали решать сейчас в этой дискуссии, какая здесь, возможно, наилучшая нижняя оценка. И это мы сейчас сделаем для Z. Ну, собственно, для Z2 в степени N мы уже сделали. Лучше, чем А просто не получается. Это взять любую подгруппу или саму группу. А для Z мы сейчас ее решим. Да, 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 да. А мы даже сейчас докажем, что лучше нельзя. Вот. Это очень просто. Олимпиадная задача, она, наверняка, где-то была в каких-то олимпиадах, не могла не быть просто. Вот. Да, это мы сейчас решим. А обратная задача намного более интересна. А если у нас оценка близка к оптимальной, что можно сказать про структуру множества А? И вот здесь возникают очень красивые вещи. И я надеюсь, сегодня и завтра, может быть, даже и послезавтра мы о них поговорим. Ну, давайте тут уже в аудитории столько великих олимпиадников, что все задачи, которые я формулирую, они решаются за 5 секунд. Давайте, тем не менее, докажем, что в группе Z, значит, имеет место, опять же, это можно обобщить на случай разных А и Б. Давайте не будем это делать. В группе Z имеет место вот такая оценка. Вот. Ну, давайте я все-таки, наверное, у нее есть 3 или 4 доказательства. Каждый занимает по 2 строки. Ну, вот, которая мне больше всего нравится. У нас имеется множество А. Я упорядочиваю его элементы. Затем я вбиваю колышки на расстоянии, на соответствующем расстоянии и слева, и справа. И кладу, нет ли у нас тут случайно, о, есть, это очень хорошо. И кладу снизу палочку. И после этого я эту палочку начинаю поднимать вверх. Вот. Можно действовать в любом порядке. Главное, что, скажем, в следующий момент времени она поднимается сюда, потом сюда, потом, может быть, мы ее хотим поднять сюда и так далее. До тех пор, пока она не дойдет до самого верхнего положения. Каждый раз, когда я поднимаю палочку, сумма увеличивается, то есть все эти элементы попарно различны. Ну, и получается 2n... Давайте, в самом деле, официально обозначим размер А через n. И все, получается 2n-1 действий. То есть мы нашли в этой сумме 2n-1 разных элементов. Ну, и естественный пример. Если я рассмотрю последовательность первых n натуральных чисел, то... Не последовательность, а множество. А? Что вы говорите? Ну, давайте лучше без палочки. Значит, у нас имеется А1 плюс А1. Так. Я потом, например, заменяю этот элемент на А2. Меньше чем А1 плюс А2. Меньше чем А1 плюс А3. Меньше чем А2 плюс А3. И так далее. Вот. Это вот как движется палочка, и все эти суммы, они попарно различны. А? Хорошо. Ну что ж, ну бывает. Бывают эти ценночисла. Чо ж сделаешь? Неравенство все равно сохраняется. Я же не умножаю ни на что. Я складываю только. Так, вопросы ищем. Вот, ну, давайте заниматься теперь обратной задачей. Давайте ведем обозначение, которое будет использоваться всюду в первой теме. Вот стандартное обозначение, сигмата, это, грубо говоря, насколько у нас множество а расширяется. Вот, ну, и сигмата от единицы до n. Нас интересует ситуация, когда сигмат а мало, и теорема, которая полностью описывает, ну, асимпатически, конечно, как Степа уже заметил, поведение а в такой ситуации, это теорема Гриши Фраймана, собственно, почему я его пишу по-английски. Вот, это работа, которую он выполнил в Советском Союзе здесь в 60-е, 70-е годы, и в то время как-то ими мало кто интересовался, но лет через 30-40 ситуация изменилась очень сильно, как мы увидим. Вот, нас интересуют здесь два разных режима. Первый режим, это когда сигма от а, ну, это некоторые абсолютные константы, которые традиционно обозначают k большое. Что можем сказать про строение норства, которое вот расширяется таким образом не более, чем в k раз. Вопросы? Вопросы? Элементарными или сравнительно элементарными методами здесь можно продвинуться, ну, скажем, для целых чисел, мы знаем, что k больше равно 2, можно продвинуться до k равно 3. Но для k равно 4 уже возникают новые примеры, и способ вообще доказательства любой обратной теоремы, он состоит в том, что ее вначале надо сформулировать, надо сформулировать хорошую гипотезу, а потом уже ее доказывать. А способ сформулировать хорошую гипотезу, это просто посмотреть, на какие у нас есть примеры. Вот давайте посмотрим, у нас уже есть один пример. Множество а, это вот первые н чисел. Есть ли другие множества с тем же самым свойством? Можно, хорошо. Значит, можно еще рассмотреть вот такое множество а. Хорошо. Есть ли еще примеры? Что еще можно сделать? Можно добавить. Вот, давайте, у нас все-таки школа называется современная математика, поэтому давайте мы эти операции объединим в одно, можно применять любое афинное преобразование. Афинное преобразование, ни добавление, ни умножение, не меняет, в принципе, не меняет то, что мы интересуем, то, что нас интересует. Сам сет, вернее его размер, не меняется от афинных преобразований. Как называются множества, которые можно получить афинным преобразованием из 1, 2, n? Аритметические прогрессии. Вот, значит, первая гипотеза, естественная, что у нас есть только аритметические прогрессии, но оказывается, что это, конечно, неправильно, это было бы слишком здорово. Давайте я вот сейчас задам немножко более сложный вопрос. Есть ли какой-нибудь более сложный пример, когда сигма от а равно 4, ну или примерно 4? Как можно устроить более сложную штуку? Хорошо, правильно. Значит, можно взять одну альтерметическую прогрессию, да? Другую альтерметическую прогрессию и далеко друг от друга. Ну, еще, если мы хотим, чтобы эта вещь не росла, еще бы хорошо, чтобы у них была одна и та же разность, потому что иначе будет плохо, так? Вот, а можно ли еще этот, дальше этот пример обобщить? Ну, арифметическая прогрессия. Арифметическая прогрессия из арифметических прогрессий. И потом, естественно, все это дело можно обобщать на большей размерности. Вот, то есть, еще один пример, это то, что у нас называется обобщенные арифметические прогрессии. Это очень важное понятие. Обобщенные арифметические прогрессии. Вот, если хотите, в абстрактных терминах мы берем параллелепипед, ZD для какого-то D, и после этого к нему применяем афинное преобразование, ну, по возможности, чтобы там не получилось никаких коллизий. Но это, на самом деле, не так важно. Давайте я формально напишу, что это такое. Это, значит, множество всех сумм A1, R1, где R1, R2 фиксированы, A1, R2, 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 R3, R2, R3, 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 R3 переходим четверки где возникают новые эффекты он сложнее и хуже но близко к арифметической прогрессии я бы не хотел на этом останавливаться потому что все таки вещи элементарные мы часы занимаемся для двойки мы доказали что 2 n минус 1 а я не доказал обратную теорему вот и не буду доказывать на ее сформулирую арифметическая прогрессия это единственные примеры то есть 2 минус 1 имеет место тогда это тогда когда у вас арифметическая прогрессия спасибо я ее сам день не сформулировал но вот сформулировал еще вопросы максимальную границу мы уже оценили я доказал теорему исказит до этого упражнения да 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 это ты переходишь к тиреем фреймана для тройки она да сразу сразу будет тройка да 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 будет тройка тройка вот хорошее упражнение что будет тройка не-не-не-не лёш я глупости говорю конечно не будет тройки но будет сразу увеличение от 2 минус 1 дальше двойка симпатик да конечно да ну в общем я бы я не хотел на этих элементарных случаях останавливаться дать все-таки это школу школ современная математика не там а не подготовка на на межнар поэтому давайте мы элементарные вещи немножко пропустим арифметические прогрессии это это не асимпатические результаты для любого n описывается 2n минус 1 это полностью это полное полное описание к симпатике я сейчас буду переходить мыщем 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 а это если 2n минус 1 если 2n ну можно описать как-то ну ну не то это чем мы занимаемся понимаете но это не олимпиадная математика 2n это можно там дать вот я пытаюсь к этому я пытаюсь к этому перейти по мере возможностей вот значит то есть это вот пример и тут тут более-менее понятно что константа будет 2 в степени d потому что у вас имеется увеличение в два раза увеличение размера в два раза по каждой размерности всего получается 2 в степени d и и если да это константа то это все-таки тоже констант не больше чем в степени не больше может не больше чем 2 степени d вот есть такое понятие собственной арифметической прогрессии от когда у вас тут никаких коллизий вообще не происходит но нас интересует сейчас верхние оценки вот погромче это это надо разбираться это есть есть необходимые достаточные условия но они не такие простые нужном случае тут тут например вот такие в той теореме в которой о которой я сейчас буду рассказывать римфреймана можно считать что она собственная то есть что вообще нет никаких коллизий можно даже нужен нет да сейчас все пошло уже асимптотически точного да нет но в этой области не до следующего члена тут тут с первым разобраться как мы увидим нет 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 более то у нас нас участие константа не интересует видите я сказал что 2 и d и 2 степени d это одно и то же потому что это и другой константа но какой-то следующий член о чем вы говорите еще вопросы вот и можно было бы сделать заключение что или выдвинуть гипотезу что обобщенные арифметические прогрессии это конечно конечной размерности это и есть наше описание но есть еще одна важная операция вот и мне бы хотелось вот все таки аудитории спросить может может кто-нибудь догадается как и как еще можно строить множество с маленькой сам сет а зачем вам хорошая а зачем его изменять и зачем хорошее что такое хорошее ваше понимание а кто вас а кто вас просит брать очень маленькая а ну в общем вы движетесь в правильном направлении но давайте вот правильно вот это правильное слово если у меня имеется давайте собираем математически если у меня имеется множество б подможества допустим уже построили пример а некоторый пример множество с маленькой сам 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 суммы с маленькой сигма а и б плотно это давайте просто посмотрим я могу оценить размер размер b плюс b сам тривиальным образом как размер а плюс а размер а плюс а это сигма то умножить на размер от а равно то есть то есть появляется еще вот такой член если он тоже константы если у вас множество фиксированной плотности константы то сигма и изменяется только на констант не зависит еще и там от размера а и б ну и сейчас оказывается что сейчас мы уже вот это означает что доля доля элементов а которые лежат в б это некоторые константы у нас все уже сейчас идет асимпатически чисто для терема фреймана который сейчас формулируем уже готовы константы все константы они выглядят одинаково любое б должно быть плотного бета-помножества группу группа-произвольные эти константы не зависят от n вот что значит асимпатик это размер множества константы то что не зависит не от n ну и даже не зависит от группы на самом деле а это кто его зафиксировал у нас у нас для каждого а имеется результат вот и все возникающие константы они не зависят от размера а вот что означает асимптотика пока асимптотика очень простая k не зависит от n вот что главное у нас фиксирована k фиксирована размер фиксирована размерность обобщенной артметической прогрессии все это фиксировано и это не зависит от n проверяйте да да константа не зависит от n пока асимптотика такая простая через минут через десять асимптотика уже будет настоящий но пока просто все константы которые я пишу здесь они зависят только от k но не от n еще вопросы ну и давайте сформулируем теперь главную теорему в этой области теорему фреймана я имею ввиду если нас интересует только пока случай когда k равно константе не зависит от чего давайте я ее сформулирую теорема фреймана давайте я сразу напишу в восьмидесятых или девяностых годах когда возник заново интерес к этой области им риоружа дал совершенно другое доказательство оно сейчас более такое популярное видимо и более математически интересно для всякой константы k существуют d от k и рот больше нуля такие что выполнено следующее для всякого а с малым расширением существует d от комерная обобщенная арифметическая прогрессия такая что а включается в q и а в q плотно значит давайте я чтобы предотвратить вопросы я скажу что она собственная с собственно это означает что нет никаких коллизий то есть там когда вы переходите от параллелепипедов z то там никаких сокращений ничего не происходит а нет нет проблема в том что у нас сигма от а определяется как частная у вас от того что числитель уменьшается на самом деле становится лучше но беда в том что знаменатель тоже может улучшиться если да если нет нам от этого будет хуже потому что может уменьшиться размер а и этого зарастет вот а собственно и означает что размер а он такой же как ему положено быть там произведения всех этих а ку я имею ввиду извините кого да в общем ку собственно собственно и означает что все эти суммы где мы здесь мое определение было где-то определение что все эти суммы попарно различны ку собственно так как так как мы говорим что ку существует то я делаю свою теорему только сильнее а вот вопросы я а а а а а давайте у куда-то скобочка где сиг это сигма то это вот наше определение это сигма то это это я так сильно пишу это даблинг констант это насколько а насколько размера увеличивается если я усложу самим собой так и ну какая разница господин увеличить на единицу какая разница все асимптотически число вопрос число оценка на на плотность нижняя оценка на плотность к привыкайте к слову асимптотика здесь важно что роз зависит только от к от а в этой теории не зависит ничего вот в этом ее смысл это 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 асимптотический такой подход ну да нет нет ну для каждого отдельно конечно все таки но и совесть тоже нужно иметь еще вопроса обобщенная реветическая прогрессия фиксированная размерность где размером зависит только от к и размер не намного превосходит размер самого а значит давайте я сформулирую это это было для z на самом деле для z2 степени n все в этой науке упрощается потому что никаких уже конечно альфметических прогрессий у нас здесь нету но вместо альфметических прогрессий выступает что какие множество z2 степени n имеют очень маленькую константу под пространство под группы как назвать как хотите то есть теорема выглядит выглядит очень просто теорема фреймана фреймана ружи давайте ее так назову для z2 степени n она выглядит очень просто вот я тут никаких ну давайте давайте на все таки но также для каждого к больше 0 существует рон наверное хочу написать никакого д сейчас уже не будет существует ротка такое что для любого подмножество а в z2 степени n с этой константой имеет просто место вот такое неравенство единственное неравенство я его сейчас начали напишу а потом прокомментирую нехорошо согласен нехорошего нехорошего давайте давайте изменим вот вот вся теорема значит чего второй строчке хорошо делаем второй строчке хорошо что эти строчки нету так теорема очень простая нет нет прекрасный вопрос нет не зависит собственно что здесь написано мы хотим включить а в подгруппу некоторую за два степени n но в какую подгруппу его естественно включить самую маленькую из подгрупп который содержит а какая самая маленькая ну видимо лучше сказать какой самое маленькое подпространство которое содержит а это то что его порождает вот это вот этот массаж никаких обобщенных критической прогрессии у нас нету терем просто говорит что а она плотно в том подпространстве который она порождает как видите суть та же самая но все существенно упрощается вопросы экспонент сейчас мы сейчас будем говорить то есть они более-менее это это у нас башни тоже будут возникать во второй части но пока это просто экспонент но даже экспоненты много для нас подпространство порожденное подпространство, порожденное множеством а. Линейное подпространство, порожденное множеством а. То есть, единственная причина, по которой эта сумма может быть мала, это тривиальная причина, что оно плотно в порожденном подпространстве. Ну, естественно, там и а плюс а тоже будет в том же самом подпространстве. Так, еще вопросы. Вон там написано, я беру просто суммы, вот как там написано, или если хотите, я беру в димерном пространстве параллелепипед и проектирую каким-то образом целые числа. То есть беру всевозможные суммы, обыкновенная репетическая прогрессия соответствует такой, но когда d равно единице. А здесь я беру суммы всех, значит. Здесь в прогрессе, видимо, конечное множество. Да, ну конечно. Да, множество всех, все конечные. Группа может быть бесконечное, множество все конечные. Еще вопросы? Я думаю, что для группы z2d. А? Для группы, где группы, где группы? Ну, z2d, zk в степени d, где k – это константа, которая в отличие от d, вот она, если вы рассматриваете векторные пространства над другим конечным полем, то все-таки размер поля, он в теорему войдет, в отличие от размерности. Размерность не входит. Группы, в которых много кручения. Д, а d, этот, этот результат не зависит. А d не зависит. Это константа. Я в нее, я в нее вписал все аргументы. Могу даже сейчас посмотреть, это там что-то типа 2 в степени k в квадрате или что-то еще. Туда больше ничего не входит, кроме k. Я не ответил на ваш вопрос. Ответил. Хорошо. Так. Ну, в прошлый раз, когда я читал этот курс, то я немножко рассказывал про доказательства оружия. Там, в самом деле, очень красиво, масса идей. Но в этот раз я сразу перехожу к тому, что называлось до прошлого года и частично называется еще сейчас. Полиномиальная гипотеза. Полиномиальная гипотеза. Фрейма наружи. Ну, иногда еще сюда вписывают и в силу вполне законных причин. Тима Гауэрса. Значит, в приложениях, в особенности теоретической информатики, все-таки интересен случай, когда k это не константа, а может как-то зависеть от размера a. Вот. Ну, как вы знаете, если вы знаете немножко теории сложности, там ключевое слово полином. Ну, поэтому хотелось бы иметь хотя бы какое-нибудь описание. Что происходит, когда k это не константа, а ему разрешается немножко расти, этому числу разрешается немножко расти с ростом n. Ну, и вот видим такой самый интересный случай, когда k это меньше равно n степени epsilon, где epsilon, ну, это наше усмотрение. Значит, как я уже сказал во время наших обсуждений, те константы, которые возникают в теореме фрейма наружи, d или ρ, если смотреть на исходные доказательства, то они экспоненциальны. Это вот я, по-моему, отвечал Леву Дмитриевичу, и поэтому, безусловно, они здесь никак не годятся. То есть, все сразу становится неинтересным и тривиальным. Гипотеза фрейма наружи, она сейчас для конечных полей, это уже теорема, как я отметил в анонсе спецкурса, для Z это пока еще открытый вопрос, она пытается, не пытается, вернее, она описывает вот такую ситуацию, что можно сказать про строение норуства А, если известно только вот такая оценка. Ну, и естественным первым предположением было бы спросить, нельзя ли, вот скажем, давайте говорить про это. А я ее не могу повторить, потому что я ее еще не сформулировал. Да, да, n степени эпсилона. То есть, полинемиальная гипотеза, мы хотим, чтобы все было с точностью до полинома. Понятно, а эпсилом маленький? Эпсилом на наше усмотрение, односотая, однотысячная. Пожалуйста. А как вообще можно суммурировать какие-то верные утверждения про асимптоты, про асимптоты, на конечных полях? Нет, полификсированное. Ну да, вот именно, что полификсированное. Размерность, да. Ад, д стремится к бесконечности. Д это размерность пространства. О, правильно, правильно. Давайте вообще про д не говорить, оно только сбивает. У нас бесконечномерное пространство. Да. У нас, может, все равно конечное, правильно? Нам все равно. Совершенно верно. Вот, правильно. Давайте я еще раз туда-то самое. Тем более мне буква Д пригодится. Вот. Еще вопросы? Ну да, нет. А у нас всегда конечное. Ну давайте добавим. А всегда конечное. Так, еще вопросы. Вот. Давайте, наверное, сейчас будем говорить про случай Z2. Случай с включением, потому что он проще. Ну, конечно, хотелось бы тут сказать, что давайте просто усиливать эту оценку до полинома. Ну, если ρ, это функция полиномиальная от К, то у нас все получилось, да? Эпсилон же маленькая, поэтому все будет хорошо. Но оказывается, что это просто невозможно. И в силу очевидных причин. Вот. Может ли кто-нибудь сформулировать эти очевидные причины, почему это невозможно? Что случится, если множество А, оно просто линейно-независимо? То есть множество А линейно-независимо, множество равно n. Чемо будет равно мощность вот этой штуки? Два степени n. Ну и ясное дело, что никакой асимптотики не будет. Вот. Ну, оказывается, что есть еще одна простая операция, которая нам до сих пор не была нужна. А сейчас она понадобится. Как еще построить… Вот у вас есть множество А с маленькой doubling constant. До сих пор у нас были примеры такого множества, называемые альтметическими прогрессиями. И операция, как из одного такого множества построить другой, а именно нужно просто взять плотное подмножество. Есть еще одна третья операция, которую я сейчас сформулирую. Она была раньше не нужна, а сейчас понадобится. Пусть у меня х некоторое множество маленького размера. А имеет небольшой doubling constant. Оказывается, что если мы возьмем просто сумму поменковского А с любым множеством маленького размера, то есть просто беру А и его сдвиги в небольшом количестве, то у этой величины все еще будет небольшая doubling constant. Давайте ее оценим. Вот. Ну, тут все, естественно, ассоциативно и коммутативно. То есть я могу рассматривать, я могу написать такое неравенство. Вначале мы переносим, меняем местами А и Х, и после этого используем тривиальные оценки. То есть если множество х небольшое, и я беру сумму поменковского с самим множеством х, то doubling constant, ну, давайте еще вот так напишем, то doubling constant, удвоевающая константа, она увеличивается вот не более чем в х в квадрате раз. Ну и… А х это 1? У нас все в ambience, слово ambience означает, что у нас все живет в одной и той же группе. За два степени n, например. То есть если я беру такую сумму поменковскому, то тогда получается все равно маленькая doubling constant, если размер х небольшой. Ну, в частности, если он, скажем, полиномиален пока, то мы этого не заметим. Ну и теперь можно сформулировать, давайте, наверное, у меня время уже немножко поджимает, так что, может быть, даже про вторую тему придется говорить завтра. Давайте я сформулирую в этой причине, я сформулирую полиномиальную гипотезу вот только для z2 степень, тем более, что это именно то, что вот было сделано год назад. Значит, премиальная гипотеза, она звучит следующим образом. Ну, это уже не гипотеза, тем более, над z2 степень, она этого уже теорема. Фрейма наружу. Ну, чуть-чуть следующим образом. Значит, что говорите? Ну, там четыре автора, включая Тау и Гауэрса, да. Да, это есть та теорема, которая была доказана год назад. Для чего это теорема? Вот я сейчас сформулирую. Значит, она, в начале она была, в первом их припринятии, она была для z2 в степени n. Во втором припринятии им удалось сделать то же самое для zp в степени n, для нечетного p, там важно четно, нечетно. Для z это еще открытый вопрос. Ну, и они там пишут, что, видимо, это дело более сложное. Давайте я сформулирую, а потом мы ее обсудим. Собственно, она почти выглядит точно так же, как и здесь, только у нас сейчас все дальше упрощается. Сейчас никаких констант у нас не будет. Просто для любой а, для любого множества а, скажем, здесь существует подгруппа h такая, что значит, я ее сейчас упрощу, формулировку максимально возможным образом. И, а, существует подгруппа h такая, что ее размер не превосходит вообще размера а. Ну, уже не обязательно, что а является подможеством h и x. Значит, o большой от единицы я обозначаю некоторую константу. По-моему, последнее достижение там 8, я не хочу его описать явно, это некоторая константа. Множество x полинемиально по отношению к doubling constant. Ну, и так что имеет место такое множество, которое на самом деле легко понять, что оно означает. То есть, если у вас есть подгруппа h, у которой размер примерно такой же, как множество а, или даже просто меньше, то а покрывает, затрагивает только полинемиальное количество смежных классов по подгруппе h. Ну, давайте я k тут поставлю. k, k это doubling constant множество a, вот, и это некоторый полином, ну, 8, по-моему, последнее достижение. Фиксированная степень, насколько я помню, там 8, у них, помню, 12 было в начале, потом кто-то усилил немножко, не важно, важно, что это некоторая константа абсолютная. То есть, если мы хотим написать здесь проще, то это все у нас означает, что существует подгруппа h такая, что а затрагивает только вот такое количество смежных классов по этой подгруппе. Вот что здесь написано. Ну вот, если останется время, это то, чем мы будем заниматься завтра. Я постараюсь рассказать, сколько смогу, показательств этой теоремы. Вот, надо, видимо, исторически надо сказать, что первым достижением в этой области был результат Сандерса. 2012 год, вот, где аналогичный результат был доказан только не для полиномиальной функции, а для квазиполиномиальной. Я сейчас даже не хочу уточнять, что это такое, это нечто между полиномом и экспонентой. Вот, ну и его методы, они отличались от методов Раймана, от метода Ружи, ну и то, о чем мы будем здесь говорить во время уже семинарских занятий. Вот, новые методы, они тоже очень красивые, и они отличаются от предыдущих довольно сильно. Так, вопросы? Х это просто покупка, которая меньше вот этого, меньше ли Раймана. Угу, угу. Ну мы их знаем просто, потому что, что вот здесь написано? H плюс Х это просто объединение смежных классов по H. Сначала, с 2-дисконечность, там элементы как счетные. Не, у нас все конечное. Су-дисконечность, как это? Любое, любое, любое векторное пространство, с конечным, бесконечным, как хотите. У нас главный параметр это размер А. У нас... Я просто хотел прекратить эту дискуссию по возможности, потому что у нас главный параметр это размер А. Мы все отчитываем от него. А? Вот, как это где? Вот. Единственное место, да. Ну, мы все сократили. Я когда я формулировал, я большую часть сократил. Вот, например, можно было бы сказать, что А там как-то плотно в этом множестве, да? Ну, это, это, это нам... То есть, что H может быть на самом деле больше, чем А. Но это нам не важно, потому что если у меня есть подгруппа, если у меня есть группа H, то я могу ее, я могу ее порезать на смежные классы по меньшей подгруппе и сделать ее размер А. А откуда идет кукла K? А? K это SIGMATA. Я просто не хотел раньше. Я там раньше написал SIGMATA, но там было мало места и плохо читалось. У от единицы? 8. У от единицы равно 8. Ну, может быть, может быть 9, я не помню точно. 8. 8 для всех одинаково, да. Ну, конечно, а как же, а иначе-то, а иначе какой смысл? Иначе у нас уже есть. Еще вопросы? Х это множество, но это немножко такая усложненная формулировка. Еще раз. Хи-Ц это что? Кто? Ну, да, да, да. Вот, потому что что здесь написано, нужно в качестве Х просто брать представители тех смежных классов, которые содержат хотя бы один элемент из А. Я просто написал так, потому что, ну, для этой области это традиционно. Так, еще вопросы? Ну, тогда, наверное, все-таки в ближайшие, в оставшиеся 10 минут сегодня я хотя бы немного скажу про вторую тему. Хотя уже продолжать буду завтра для тех, кто придет. Вот. Сложные. Они все сложные. Все догадательства в этой области безумно сложные. Сложные. Идейные. И идейный и большой текст. До текста мы не доберемся. Я, честно говоря, его и не читал полностью. Вот. А идеи мы завтра будем разбирать. Очень, очень красивая и очень неожиданная. Ну, вернее, что очень неожиданная. Ну, я завтра скажу. То есть, идея на поверхности. Вот. То, что она работает. Вот это вот. И как именно она работает. В общем, ладно. Это, это догадательства уже для тех, кого сегодняшние вещи настолько заинтересовали, что они придут завтра. А сейчас я хочу в 10 минут все-таки рассказать про вторую тему, которая называется теорема Семериди. История началась с теоремы Вандервардена, про которую многие, как олимпиадники, здесь, видимо, слышали. В 1927 году примерно точно я не помню. Вандерварден доказал замечательную теорему, то, что если вы рассматриваете какую-то покраску натуральных чисел в конечное число цветов, то для любого К существует кочленная арифметическая прогрессия, которая монохроматическая. Как видите, слово арифметическая прогрессия появляется еще раз в совсем другом контексте. Это теорема Вандервардена, которая является частью теории Рамсея. Ну, из исходного доказательства числа все-таки тоже интересны, тем более я кому-то из логиков, то ли Лёве, то ли Стёпе, обещал башни. Вот сейчас башни появятся. Из доказательства Вандервардена... Где мои листочки? Никто не видит? Пока Вандервардена. Вот мои листочки. До 7-реки мы сейчас дойдем. Значит, пусть n от ck наименьше n, для которого эта теорема верна. Я сейчас немножко прокомментирую. Ну, есть такой замечательный принцип, принцип компактности. Он совершенно абстрактный. Он утверждает, что если вы доказали вот такую вещь, то она будет всегда справедлива для некоторого начального отрезка натурального ряда. Это если вы красите не все числа, а только все числа до некоторого n. Такой абстрактный принцип, он называется принцип компактности, Лемма Кёнинга, там полдесятка других названий. В общем, существует такое число, что при любой раскраске первых натуральных чисел вот в этом размере в си цветов будет кочленная арифметическая прогрессия. Ну и исходное доказательство, оно давало совершенно обескораживающую оценку. Давайте я ее тут напишу. Я просто переписываю, что у меня написано. Тут такая башня в размере k плюс 9 или что-то в этом роде экспонент. А? Ну какая разница? У меня вот k написано, но я не знаю, куда k относится даже. Ну, возникает башня-экспонент, и она растет, размер башни, он растет в зависимости от k. Это рекурсивные конструкции. У меня вот даже написано, что есть брошюра Бугаенко по мотивам летней школы. Классика дает что-то чудовищное. k этажная это для длины 3, а потом эта функция... Вот так, да? К раз и длина 4. Еще хуже, да? То есть нечто чудовищное, непотребное. Ну мы сейчас... Тюрьм Семериди, она как раз дает лучший ответ. Да, да. По сравнению с этим, человеческое лицо. Ну, что человеческое лицо? Это красивое выражение. Тима? Где n? n от ck. Это наименьшее натуральное число, для которого это утверждение справедливо. Если вы берете первые n чисел, крастье их в c цветов, получается кочленная эргетическая прогрессия. Значит, в оставшемся 4 минуты, я просто скажу, что такое терема Семериди. И мы продолжим уже завтра. Я имею в виду те, кто придут. Ну, а какой естественный подход к доказательству такого утверждения? Если спросить человека с улицы, ну, может быть, не совсем с любой улицы, скажем, в Дубне там, или на улице Губкина, то ответ, который будет дан, но а как же, а в чем проблема? Давайте мы докажем, что любое, если у вас имеется любая раскраска первых n чисел в c цветов, то хотя бы один цветной класс имеет, по принципу, дряхлее, имеет размер больше, чем n, деленный на c. Давайте просто задачу упростим и будем доказывать, что любой такой плотный класс в первых n числах имеет кочленную реметическую прогрессию. Так, давайте я веду обозначение соответствующее. rk от n это максимальный размер подмножества в первых n числах, не содержащего арифметической прогрессии, кочленной. Ну и тогда, что нам нужно доказывать? Нам надо доказывать, что если мы докажем, что это число rk от n, оно меньше, чем n делить на c, то тем самым терема дарвана будет доказана. Это стандартный принцип в теории Рамсея и в экстремальной комбинаторике. Это называется плотностная версия какого-то результата, скажем, из теории Рамсея. То есть мы просто доказываем, что вообще любое большое подможество обладает интересующим нас свойством. И тогда терем Семериди формулируется в этих терминах в шести символах, может быть в восьми. Она просто утверждает, что эта функция для любого фиксированного k, эта функция, она сублинейная, она растет медленнее, чем любая линейная функция. Обозначение u малой от n нужно пояснить или более-менее его все знают? Давайте я его перепишу в более этого то же самое, что сказать, что вот такой предел равен нулю. То есть функция сублинейная, и отсюда вытекает теорема Вандервардена. Просто потому, что если у вас есть фиксированная С, то рано или поздно это отношение, оно станет меньше, чем единица, деленная на С, и вы можете применить его и доказать плотностную версию теоремы Вандервардена. Ну и Терри Тау в своем блоге называет эту теорему Розетта-Стоун, он все-таки говорит, аддитивной комбинаторики, и в силу вполне понятных причин, потому что у нее есть несколько доказательств, комбинаторная, аналитическая, эргодическая, и сейчас еще одно новое появилось. Значит, улучшение, о котором я буду говорить, я, по крайней мере, завтра сформулирую все результаты, и мы даже что-нибудь докажем, оно стоит просто, ну хорошо, это о малый отен, но нас все-таки интересует, насколько именно быстро эта функция падает. Хотя бы какие-то оценки. Вот про эти оценки я на завтрашнем семинарском занятии я начну с того, что закончу вводную часть про термосимиридии, и после этого мы перейдем к некоторым идеям, доказательствам, последним доказательствам этой теоремы. Все, мое время истекло, вопросы. Продолжение следует...